ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Серьезные проблемы с 1 сентября могут возникнуть у россиян, которые используют свои гаражи не по назначению. Согласно вступившим в силу поправкам в Гражданский кодекс, такие объекты местные власти смогут изымать. В зону риска попадают собственники, которые устроили в своем гараже склад, мастерскую или автомойку, и при этом они создают неудобства владельцам соседних боксов. Претензии будут сняты, если граждане устранят нарушения. ТРАССА СТО ОДИН В подразделениях ГИБДД в некоторых регионах стали обращать пристальное внимание на то, какие диагностические карты граждане приносят при перерегистрации транспортного средства. Напомню, что документы о прохождении ТО для машин старше 4 лет с этого года надо получать накануне перерегистрации. Если сотрудники госавтоинспекции заподозрят, что карта получалась без непосредственного осмотра, они смогут организовать проверку конкретного пункта ТО. Если ее результаты окажутся негативными, диагностическую карту аннулируют, а машину снимут с учета. ТРАССА СТО ОДИН При определении стоимости ремонта авто в рамках ОСАГО будут учитываться цены неоригинальных запчастей, если оригинальная деталь отсутствует в продаже. Новшество вступит в силу с 11 сентября. В Центральном банке пояснили, что сейчас в справочниках отсутствуют данные о комплектующих, которые невозможно купить. Это порой приводит к сложностям при урегулировании убытков. Обновленный порядок будет применяться ко всем автомобилям, вне зависимости от страны производителя. ТРАССА СТО ОДИН Какими критериями руководствуются россияне при выборе поддержанного автомобиля? Опрос провел сервис «Автотека». Большинство участников исследования поставили на первое место состояние кузова. Вторым по важности фактором стала идеальная частота салона. Далее идут наличие родных шин и дисков и отсутствие доработок. На вопрос, при каком пробеге вы сочтете автомобиль новым, основная масса респондентов, почти две трети, ответила до 40 тысяч километров. ТРАССА СТО ОДИН ДТП на Т-образном перекрестке с отсутствующими знаками приоритета. Кто виноват? Тот, кто не пропустил помеху справа. Однако, очевидный с первого взгляда виновник аварии смог убедить городской, а затем и окружной суд в том, что вторая дорога является второстепенной. Якобы она уже, и на ней отсутствует разметка. Дело дошло до Верховного суда. Он отменил решение нежестоящих инстанций. Объяснение простое. Обе трассы имеют асфальтовое покрытие, а значит, они равнозначны. Так что правило помехи справа осталось незыбливым. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА СТО ОДИН. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин